Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я решила еще раз поговорить о подзимных, осенних посадках лука, потому что многие садят только весной и не знают преимуществ осеннего посева лука. Сейчас я расскажу несколько плюсов, которые есть у подзимных, ну как у зимних посадок лука. Во-первых, весной очень много работы, нужно перекапывать участок, нужно выращивать рассаду, там в теплицу ранние посадки. Поэтому я уже много-много лет сею лук осенью. Это очень экономит весной время и для лука хорошо, и для садовода хорошо. Первая причина это экономия времени весеннего в горячую пору. Второе, экономия денежных средств. Мы сеем под зиму самую-самую мелкую фракцию, которая в магазине в Садовом самая дешевая. Я вот специально тетрадь достала, прошлогодние закупки. Вот смотрите, в прошлом году я покупала вот эту мелкую лук-сивок по 150-170 рублей. Кармен, Штутгар, Штутгартер. Когда в это же время полноценные крупные луковицы стоили 220-250 рублей. 3 килограмма купив, я отдала бы 750 рублей, и всего бы у меня получилась вот такая вот длинная полноценная грядка. А я со своих 3 килограмм, которые осенью купила, я засадила целых 3 таких грядки. Вот видите, это очень экономит средства. Его получается очень много с этих маленьких. Ну и третья причина, самое главное. Лук, посеянный осенью, очень быстро завязывает головку. Вот я специально выдернула вам показать. Видите, сейчас первая середина июня. Уже сформировалась полноценная головка лука. Вот это Кармен, Штутгартер. Его уже можно употреблять в еду. И подзимние посадки лука, они очень редко уходят в стрелку. Вот у меня на всю, на всю огромную плантацию, 3 грядки, видите, одна одинокая стрелочка торчит. Остальные все завязали головку. Лук, посеянный под зиму, сильнее, здоровее. Он быстрее вызревает и лучше хранится. Вот сейчас мы его уже употребляем в еду, потому что старый лук перерос. Он как в зеленое перо весь высох, изрос. И кто любит лук, тот знает, что нет ничего вкуснее вот такой молодой молочной луковицы. Хоть в салат, хоть в прикуску к мясу. Мы добавляем лук везде, мы лук очень любим. Поэтому вот эти три основные причины. Экономия средств, экономия времени. И вот то, что сейчас все лето вы сможете его употреблять. Я летом вам покажу. Он вызреет очень рано. Я его уберу. На это место еще можно будет посеять редис или салат осенний. И осенью, когда я буду покупать семена, я покажу, какие именно семена покупать. Потому что самое главное, вот важное, вот этот фактор, это самые малюсенькие выбирать. Самую-самую мелкую фракцию, которую вот прям в руке, вот еле-еле ее можно в руке взять. Вот из нее получаются самые хорошие, самые большие, здоровые головки лука. К сожалению, у нас идет дождь, я не могу прополоть, выйти грядки. Вот и сейчас опять начался дождь, сейчас я убегу. Все, кто хочет получить, ой, хороший урожай лука, посеяв его осенью, подписывайтесь, друзья. Я буду рассылать все свои статьи, все свои видео. И осенью, когда буду высаживать лук, я все это сниму на видео. Заходите в Одноклассники, Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Все, я ухожу, у нас начался ливень. Вот такой лук у меня на сегодня, на 12 июня. Через месяц-полтора он будет большие полноценные луковицы, просушу и на зиму. Желаю всем научиться выращивать свой лук, он самый вкусный. До свидания.